I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Здравствуйте! В эфире программа «История жизни». Меня зовут Владимир Петухов. Этому человеку когда-то давным-давно вручал медаль сам президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди. На этой медали было написано «Человеку планеты, который подарил людям ключ от мира безмолвия». Его популярность во Франции в 80-е была настолько большой, что ему предлагали баллотироваться на пост президента этой страны. В 20-м веке, казалось бы, на Земле не осталось ни одной нераскрытой тайны. Но нашелся человек, который не только освоил подводный мир со всем его великолепием и многообразием, но и сумел влюбить в подводный мир миллионы жителей планеты. Его имя – Жак-Ив Кусто. До Жака-Ив Кусто толком никто и не занимался изучением океана и подводной жизни. Основным достижением Кусто было то, что именно он первым открыл для человечества загадочный огромный мир, находящийся одновременно так близко от человека и так далеко. По сей день персона командора, а именно так любезно своего патрона называли подчиненные, окутана орелом тайны. Жава-Ива Кусто нет с нами уже 20 лет, но в последнее время в прессе все чаще и чаще появляются темные страницы его биографии. Его обвиняют в пособничестве фашистам, его обвиняют в антисемитизме, его обвиняют в живодерстве и приписывают ему огромное количество постановочных, фальсифицированных кадров. Но что среди перечисленных фактов правда, а что ложь? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, неожиданно, но у Кусто были белорусские корни. Да, именно так. На рубеже 20 века два жителя Белоруссии решили испытать удачу и попробовать заработать в Европе. Идея была авантюрная, но вера в успех с его предприятием и большая финансовая нужда стали ключевым фактором, вследствие которого путешествие состоялось. Нравы нашего времени клеймили бы двух братьев-затейников не иначе, как гастарбайтерами, однако результаты, коих они достигли, вызывают глубокое уважение. Один из них, осуществив задуманное, вернулся в Белоруссию и зажив в достатке, рассказывая друзьям и родственникам о жизни во Франции. Другой, которого звали Данила Куст, остался в сердце старушки Европы. Он женился на француженке, изменил имя на соответствующий манер Даниэль Кусто и стал видным юристом. Он был очень талантливым человеком. Закончив юрфак, Даниэль не пошел, как его многие сокурсники, работать адвокатом. Он устроился работать одновременно в две американские компании. Работа была очень прибыльной. Единственный минус – это то, что нужно было постоянно разъезжать по белому свету. 11 июня 1910 года в Сен-Андреде Кобзаке, в провинции Жеронда, близ города Бордо, в семье Даниэля и Элизабет Кусто родился мальчик, которого назвали Жак-Ив. Он был младшим из двух сыновей. Старший брат Пьер Антуан появился на свет четырьмя годами ранее, в 1906. Детские годы мальчиков Кусто прошли в Париже, в Эльзасе и в США. Отец с семьей разъезжал по миру, останавливаясь по делам компании на год или два в разных гарандах. Матушка Жава Ива Элизабет Кусто занималась исключительно хозяйством и детьми. Деньги в семье зарабатывал отец. На отдыхе на море, куда иногда выбиралась семья Кусто, маленький Жак-Ив научился плавать и навсегда полюбил воду. В семь лет ему был поставлен неизлечимый диагноз – хронический энтерит. Вследствие этого Жак-Ив всю жизнь был слишком худощавым человеком. Младший сын супругов Кусто, Жак-Ив был, конечно, любимчиком. Причем не только родителей, но и старшего брата. Всего четыре года разницы, однако Пьер чувствовал себя представителем едва ли не другого поколения. Братья росли, учились, мужали. Они были вместе, но не рядом. У каждого были свои друзья, своя компания и свои увлечения. И это понятно. В подростковом возрасте четыре года разницы целая эпоха. И судьбы им выпали совершенно разные. Жак-Ив стал тем, кем стал – всемирно прославленным исследователем мирового океана, путешественником и мореплавателем. А Пьер Антуан Кусто в годы войны стал нацистским преступником. Он сотрудничал с коллаборационистами, открыто пропагандировал в оккупированной Франции нацизм. И после войны, из-за сотрудничества с нацистами, был осужден на смертную казнь, замененную пожизненной каторгой. Через девять лет Пьер Кусто был амнистирован и отпущен на свободу. В годы войны он опекал младшего брата, защищая Жака-Ива сразу от всех – от немцев, французов, итальянцев и американцев. Но это отдельная история, к которой я вернусь позже. Физическому развитию своих детей Даниэль Кусто уделял огромное внимание. Пьер рос достаточно инертным ребенком, а вот Жак-Ив, напротив, был живчиком. Старший сын был очень похож на мать, а вот Жак-Ив Кусто был копией своего отца. Велосипед, легкая атлетика, увлечение бегом – все это укрепляло здоровье подростка. Но больше всего Жак-Ив любил командные игры. Он был вообще человеком команды. Именно в команде, в характере Жака-Ивы проявлялись черты лидера. В любой компании он тотчас оказывался наверху в зоне всеобщего внимания. И всегда, даже в детских играх, брал ответственность на себя. После Первой мировой войны семья Кусто переехала в США, где Жак-Ив увлекся механикой и изобретательством. После возвращения в Париж 13-летний паренек построил действующую модель автомобиля, двигатель которой работал от батарейки, а также начал снимать окружающий мир на собственную кинокамеру. Подросток интересовался таким количеством вещей, что на школьные уроки у него просто не оставалось времени. Поэтому родители отправили сына в закрытый интернат, который он окончил с отличием и блестящим знанием английского и немецкого языков. Есть замечательная поговорка, если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Вот так и получилось в жизни Жака-Ивы Кусто, который всегда обредил небом, а в результате покорил морские глубины. Он очень мечтал быть морским летчиком, но этой мечте не суждено было осуществиться, по той причине, что в 1936 году он попросил у отца спортивный автомобиль, чтобы поехать к другу на свадьбу и попал в страшную аварию. Он получил ужасающие травмы. Переломы трех ребер, причем одно ребро проткнуло легкое. Травма позвоночника со смещением позвонков и самое ужасное – повреждение нерва левой руки, в результате которого рука оказалась полностью парализованной. Об экзаменах в академии и карьере военного летчика пришлось забыть. Врачи предупредили Кусто, что руку спасти не удастся. Чтобы избежать гангренозного заражения, конечность придется удалить. Кусто взбунтовался. Этому не бывать. И начал изнурительные восстановительные тренировки. Через восемь месяцев изнурительных тренировок Кусто наконец-таки смог пошевелить пальцами левой руки. Но на полное восстановление понадобился год. Все, что оставалось Жаку Иву после тяжелой травмы – это уйти с военной службы в отставку по инвалидности. Кусто выбрал другой путь. Он обратился с рапортом к начальству, попросив направить его на один из французских военных кораблей. Пусть он был несостоявшимся летчиком, но звание мичмана французского флота у него еще никто не отбирал. И командование пошло молодому офицеру навстречу. Его направили в Тулон. Все свободное время он посвящал плаванию. Кусто тренировал больную руку и травмированный позвоночник. Он считал, что морская вода и активные физические упражнения помогут ему быстро восстановиться. И не просчитался. Его труды были вознаграждены. К лету 37-го года он уже мог свободно шевелить пальцами руки и не испытывал при этом болей. Примерно в это же время Кусто совершил свое первое подводное плавание в подводных очках. И понял, что нашел свое призвание. Очень энергичный, уверенный в себе молодой мужчина, да к тому же истинный француз, конечно же, Жак Ив Кусто знал толк в женщинах. Он легко влюблялся, легко подпадал под женское очарование, легко очаровывал девушек сам и вообще слыл вовсе не поборником целомудренности. Романы молодого офицера следовали один за другим. До тех пор, пока весной 37-го он не познакомился с юной 18-летней девушкой по имени Симона Мелькиор. Это случилось на одной из офицерских вечеринок, на которой местные тулонские барышни заглядывали, надеясь встретить будущего мужа. С Симоной так и произошло. Встретила, влюбилась, а вскоре вышла замуж. Их свадьба состоялась 12 июля 37-го года в Париже. Какой Симона была женой? Она была великолепной супругой. Она безумно любила своего Жака и на многое закрывала глаза. Она была верной спутницей. Она постоянно сопровождала его во всех путешествиях и во всех экспедициях. Более того, она всегда была душой команды Калипса. Именно так назывался корабль Кусто. Она баловала команду всегда различными новыми блюдами. И я хочу сказать, что Жаку его Кусто, конечно, всегда везло в жизни. И ему очень повезло с любимой женщиной. В идее Кусто Симона поверила сразу и бесповоротно. В будущем ради этих идей она отдаст все, что имела. Фамильные драгоценности, на которые Кусто купит топливо для первого дальнего похода Калипса. Дорогущую шубу, на деньги от которой будет приобретен гироскоп и компас для исследовательского корабля. Она была рядом с мужем во время испытания акваланга. Спускалась в подводный дом на Красном море. Была единственной женщиной на борту Калипса во время первых походов по Красному морю. Она была рядом до тех пор, пока Кусто не сказал. Хватит, пора остаться дома и заняться хозяйством. Это произошло в 1976 году и означало лишь только одно. У Кусто появилась другая. Симона покорилась. Она не привыкла перечить мужу и всегда во всем ему доверяла. Она не только ему во всем доверяла, она ему подражала. И неожиданно для себя открыла, что стала точно такой же убежденной фаталисткой, как и ее избранник. Современная, интеллигентная женщина. Симона с детства знала японский язык и всю жизнь занималась самообразованием. Внимая во все тонкости изыскания Кусто, она тем не менее решила рожать дома, без помощи квалифицированных врачей. Обоих сыновей старшего Жанна Мишеля, появившегося на свет через год после свадьбы в 1938-м, и младшего Филиппа, увидевшего мир в 1940-м, Симона родила дома в буквальном смысле на кухонном столе. И все, слава богу, обошлось. Ребята родились крепкими и здоровыми. Кусто и Симона выглядели необыкновенно счастливыми. У них все спорилось и все получалось. Они уже успели опробовать всю систему легкого подводного погружения, которая была на счету у военно-морского флота Франции. По эскизам и чертежам Кусто был создан дыхательный аппарат замкнутого цикла, который, кстати, Кусто решил испробовать самостоятельно. На глубине в 45 футов у Кусто начались судороги. То, что он принял за отравление натриевой смещи, было кислородным опьянением, эффектом до тех пор неизвестным. Кусто продолжил эксперименты с подводными дыхательными аппаратами других систем, но тут разразилась Вторая мировая война. Надо сказать, что подробности жизни Кусто в военное время практически неизвестны. Это несмотря на то, что о нем написано и выпущено более десятка книг. Его судьба в них расписана буквально по часам. Скорее всего, сказалось покровительство старшего брата Пьера Антуана, который с приходом к власти нацистов открыто поддержал новую власть, и даже вошел в администрацию коллаборационистов. Пьер Кусто открыто выступал во французской печати с пронацистскими статьями и, вероятно, пользовался большим влиянием в нацистской прессе и кинематографе. Как бы там ни было, но в 1942 году семья Кусто переехала в прибережный Марсель, где располагалась одна из мощнейших морских баз немцев. Здесь Жак Ив продолжил свои опыты по созданию подводного дыхательного аппарата. Более того, Жак Ив получил у немцев разрешение на съемку в милитаризованной зоне Средиземноморского побережья и был обеспечен при этом кинопленкой, кстати, строго лимитированной в то время. Жак Ив отснял затопленные немцами на рейде в Тулоне французские корабли, и кадры эти стали основой фильма «Останки затонувших кораблей». Конечно, это как минимум вызывает легкое недоумение. С одной стороны, Жак Ив работал на сопротивление и добывал секретные материалы, и в 1946 году за это получил Орден Почетного Легиона. С другой стороны, от военных властей внимания разведок немецкой, французской, английской, американской, итальянской не могли ускользнуть настойчивое изыскание Кусто в области создания средства ведения скрытой подводной войны. А как еще можно оценить «Акваланг» с военной точки зрения? И никто его не тронул. Вообще никто. Даже не приблизился, не предложил сотрудничество, если, конечно, опираться на книги самому Кусто и открытые источники. Впрочем, могло иметь место и другое. Кусто вполне мог работать на одной из разведок. Скорее всего, это были французская или английская разведка, но не исключено сотрудничество и с американцами. Во всяком случае, союзники после окончания войны не только не обвинили Кусто во всех смертных грехах, они наградили его и посодействовали его дальнейшей карьере – военной и гражданской. Вероятно, истинную правду в этой истории мы с вами никогда не узнаем. Французу Кусто принадлежат ряд изобретений, которые имеют мировое значение для изучения подводного мира. Кроме «Акваланга» для безопасного и эффективного дыхания под водой, он создал водонепроницаемые осветительные приборы и камеры для подводных съемок, а также первую подводную телевизионную систему. Он изобрел маленький автономный батискав «Денис», названный ныряющим блюдцем, и основал подводный дом. Жаф Ив Кусто награжден множеством наград. Как режиссер он создал огромное количество документальных фильмов, рассказывающих об обитателях подводной глубины и их жизни. Из-под его пера вышел ряд популярных книг, которые неоднократно переиздавались и переведены на многие языки. Практически все из них стали бессиллерами. Знаменитый корабль Жакаева Куршток «Алипса» изначально был обыкновенным английским мильным тральщиком, а после окончания Второй мировой войны он стал паромом на Мальте. В 1950 году ирландский миллионер Томас Лоэл Гиннес, кстати, потомок легендарной семьи пивоваров, купил этот корабль. Для Гиннеса этот корабль не был дорогой покупкой, поэтому он долго за него и не торговался. Он арендовал его кусту по очень привлекательной цене – всего лишь один франк в год. В 1957 году командор получил предложение от властей Монако возглавить океанографический музей. Он с радостью согласился это сделать и переехал на постоянное место жительства в этот город-государство. До кусту океанографический музей Монако представлял собой сонную академическую организацию, собрание пыльных экспонатов и пристанище престарелых ученых-мужей. Жак Ив превратил это поросшее паутиное заведение в научно-исследовательский центр, в живое действующее учреждение, в настоящий музей, собравший огромное количество ценнейших экспонатов. Он превратил его в центр мировой океанографии. Он возглавлял океанографический музей в течение 40 лет. И хотя никогда не был кабинетным ученым, он все же находил время для этого центра, который при Кусто буквально возродился. В Монако он прожил долгие годы, но его настоящим домом всегда была капитанская каюта Калипсо. Ну и, конечно, вся планета, которую он проплыл и сколесил вдоль и поперек. В 1977 году Кусто посетил Советский Союз. Цель его визита была пропаганда и защита океана. На экраны вышла подводная диссия команды Кусто и задержалась там на 20 лет. На ее показ не влияли ни политические, ни экономические потрясения. Жак Ив Кусто стал человеком первой величины. К нему прислушивались многие главы государств, а на его корабле гостились звезды первой величины. Вместе с тем, приобретя популярность, на Калипсо он стал появляться все реже. К тому же стал терять друзей. Те люди, которые создавали с ним историю, были невольно отодвинуты на второй план. Многие из тех, кто в то время работал с командором, называли его не иначе, как тираном. Оправдано? Ну, я думаю, в какой-то степени, наверное, да. Он всегда отличался взрывным характером. Был очень импульсивен, но в то же время быстро отходчив. Некоторые исследователи полагают, что волнообразные приступы гнева имели место потому, что мозг Кусто довольно часто работал в режиме кислородного голодания во время многочисленных погружений. Конечно, Кусто просваивался не только своими многочисленными открытиями. Он еще и просваивался своей бурной личной жизнью. Очередному роману Кусто со стюардесс авиакомпанией Air France Франсин Трипле, с которым он встретился в 76-м, суждено было продлиться до самой его смерти. В то время как фанаты «Капитана» по всему миру по-прежнему видели в его фильмах погружающихся с аквалангом сыновей законной жены Симоны, Жанны, Мишеля и Филиппа, стюардессы Франсины, двое детей, которых она родила капитану, оставались в тени. Кусто их просто скрывал. Долгих 15 лет. Командора лишь изредка появлялся в обществе с Франсин, представляя ее своей племянницей. Последние несколько месяцев своей жизни 70-летняя Симона доживала тихо на берегу Монако. Она уже не могла себе позволить роскошь передвигаться вместе со своим командором на корабле, поскольку у нее уже не было сил. И очень сильно подкосила смерть сына Филиппа, который в 1979 году разбился на гидросамолете. Всего лишь через полгода после смерти Симоны Кусто торжественно зарегистрировал брак с Франсин. 81-летний капитан вывел под руку из мэрии Парижа новую мадам Кусто. Ей было всего 36. В тот день их общие дети, 10-летняя Диана и 8-летний Пьер Ив, впервые были представлены широкой публике. Новая мадам Кусто стала планомерно избавляться от всего, что было связано с именем первой жены. И первым под раздачу попал сын Жан Мишель. Но справедливости ради вообще нужно сказать, что между сыном и отцом всегда были натянуты отношения. Дело в том, что Жан Мишель очень часто выпрашивал у Кусто деньги. Их первая громкая ссора произошла в 1993-м из-за провала океанического парка Кусто, который был спроектирован в Париже под руководством Жанна Мишеля. Кусто отец обвинил в неудаче Кусто сына, обронив журналистам ужасную фразу. «Если кто-то родился от вашей спермы, это еще не значит, что он унаследует все ваши качества». Тогда Жан Мишель покинул пост вице-президента общества Кусто. Оставшись без финансовой поддержки отца, Жан Мишель решил заработать совершенно другим способом. Он продал имя одному из очень дорогих отелей на острове Фиджи. Разгневанный отец был просто в шоке. И вся Франция, сгорая от стыда, наблюдала несколько лет, как отец судится с сыном. В конце концов суд выиграл Кусто-старший. Жан Мишелю было запрещено использовать фамилию Кусто без связки со своим именем. Дети Жан Мишеля, Фабьен и Селин сегодня, естественно, трудятся в организации отца. Их кузены Александра и Филипп, дети погибшего брата Жан Мишеля Филиппа, также строят свою карьеру в сфере океанологии и защиты природы. Правда, из-за угроз мачехи, правообладательницы бренда Кусто, они не смогли называть свое общество Филипп Кусто. Пришлось переименовать его в Исэха. Полноправная наследница и распорядительница завещания Кусто Франсин достаточно часто появляется в головном офисе компании, который расположен в самом центре Парижа, в двух шагах от Елисейских полей на улице Клебер. Сразу после смерти капитана Франсин уволила всех бывших соратников. Она уволила главного водолаза, подводных и обычных телевизионных операторов, научного руководителя экспедиции. За первые три года, что Франсин возглавляла общество Кусто, не был запущен ни один проект. Журналист Афрансин боится как бубонной чумы. На просьбы о съемках интервью отвечает молчанием или вежливым отказом. Французские власти предпочитают закрывать глаза на нельцеприятные стороны деятельности очаровательной веселой вдовы. Она частая гостья на правительственных мероприятиях. Красивая, строго, но дорого одетая, на них она появляется со спутником. Официального никто не представлял, но говорят, что это ее второй муж. Богатый американец русского происхождения. Одобрил бы такое поведение дел покойный Кусто? Уверен, что, конечно же, нет. Хотя, если честно, его репутация тоже была подмочена. Последнее время вскрываются секретные архивы, в которых написано, что командор не только симпатизировал фашистам, что он страшно ненавидел евреев. Кусто неоднократно обвинялся в непрофессионализме и паранаучности его работ. Также он подвергался критике за жестокие методы изучения подводного мира, например, убийство рыб при помощи динамита и убийство дельфинов. Некоторые моряки, плававшие в команде Кусто шесть лет, утверждают, что многие убийства и жестокости над рыбами были целенаправленными и делались Кусто для качественных кадров в своих фильмах. А французский писатель Бернар Виоле утверждал, что многие сцены в ранних документальных фильмах Кусто, которые выдавались за снятые вживую, на самом деле были сняты с использованием нескольких дублей, где плененные морские млекопитающие подвергались жестокому обращению и нередко умирали. Кроме того, отмечал Виоле, в одном из фильмов Кусто показаны омары, которые якобы обитали в Красном море. На самом деле эти омары были приобретены на рынке в Марселе. В последнее время очень часто в прессе стали циркулироваться слухи на предмет того, что на закате жизни командор принял ислам. Но он был похоронен во Франции по христианским обычаям и на территории католического монастыря. И совсем недавно появилось официальное заявление фонда Кусто, в котором говорится, что Жак-Ив Кусто никогда не был мусульманином и что все слухи, связанные с этой темой, абсолютно беспочвены. Скончался знаменитый исследователь 25 июня 1997 года в возрасте 80 лет от инфаркта миокарда, который явился осложнением острого респиратурного заболевания. Это случилось спустя год после того, как его калипсо столкнулся с баржей и затонул. Его могила находится в родном городе Сен-Андре-де-Кубзак. Единственный памятник Кусто был установлен после его смерти в Алуште крымскими дайверами под водой. Чтобы его увидеть, придется воспользоваться изобретением Кусто – аквалангом. Конечно, море знает о нас гораздо больше, чем мы знаем о море. И суждено ли человечеству в будущем постичь все тайны водной стихии? Не знаю. Мне кажется, это очень сложно. Жак-Ив Кусто попробовал, и у него очень многое получилось. По крайней мере, я считаю, самым главным достижением Кусто – это то, что он помог миллионам людей узнать океан гораздо глубже. Субтитры создавал DimaTorzok